Убраться в домах и на участках, высадить рассаду и просто отдохнуть на природе. Внезапное похолодание не помешало дачникам отправиться за город. Сажает уже. Сажает и горох, сажает и морковь. Они заморозку не боятся. Теплиц у кого-то? Да, у кого теплиц, высаживают помидоры туда, рассаду, а потом часть в землю, часть оставляют. В Самаре 15 апреля официально стартовал сезон дачных перевозок на две недели раньше, чем в прошлые годы, поскольку и весна в этом году ранняя. 29 маршрутов, 52 автобуса на линии. Перевозки востребованы. Ну, может быть, вот сейчас в силу такой вот достаточно холодной погоды мы не видим. Большого количества дачников пока, но начиная вот где-то с мая, с июня, с такого полного открытия дачного сезона, перевозки очень востребованы, особенно по пятницам, субботам, воскресеньям. Возители все знают дачные маршруты, все водители отстажированы на тех маршрутах, на которых они работают. Поэтому готовность у нас полная. Андрей Никипелов за рулем автобуса 7 лет. Каждый весенне-летний сезон работает на дачных маршрутах. С бабушками веселее тут ездят. Тоже надо, как говорится, маршрут. Там уже привыкший маршрут такой. А здесь и уже дорога другая. Вообще так нормально все. Курируют отправку представители городского департамента транспорта и компании-перевозчика. В Самаре 9 пунктов отправления. Это остановки Димитрово, завод Металлург, поселок Управленческий, дом Печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, пригородный автовокзал, проспект Ленина и автостанция «Аврора». Одна из расследований пролегает по мосту Южный и путепроводу «Аврора», которые по поручению руководства мэрии отремонтировали в рамках нацпроекта безопасные качественные дороги раньше запланированного срока. Перевозчик подготовился к садово-дачным маршрутам. У нас есть резервные машины, которые будут выезжать на дачные маршруты. И это не повлияет на выезд автобусов на городских маршрутах. У нас дежурит контрольная ревизионная служба, которая отслеживает пассажиропоток, регулирует потоки автобусов, отслеживает, чтобы все были довольны, не было столпотворения. Стоит отметить, что в этом году тарифы по садово-дачным маршрутам не изменились. Они остались на уровне 2021 года. Также сохраняется возможность льготного проезда с использованием карты школьника и садово-дачной карты. Так-то по расписанию ходят. Молодцы. Садово-дачную карту пополнили? Да, да, да. С ней пользуемся. Единый оператор электронного проездного рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс карты и при необходимости пополнить их. Срок активации транспортной карты – один год с момента совершения последней операции пополнения или активации. Для тех, кто имеет право на получение социальной карты жителя Самарской области, действует и садово-дачная транспортная карта. Напомним, что в дни религиозных праздников 23 и 25 апреля, 3 июня, а также в День Победы, рейсы на дачу не выполняются, поскольку в эти дни транспорт задействован для перевозок жителей к кладбищам. С мая по сентябрь автобусы курсируют 4 раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а по маршруту номер 170 – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, поездки организуются в нерабочие праздничные дни. А в апреле и в октябре дачные автобусы ходят только по субботам и воскресеньям. По общим вопросам, касающимся дачных перевозок, можно обращаться по телефону 8 846 207 70 11, а телефон горячей линии по вопросам транспортных карт – 8 929 707 61 38. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.